В концерте примут участие сразу несколько творческих коллективов. Сочинский симфонический оркестр, солисты оркестра «Русский сувенир», два детских хора и камерный хор Сочинской филармонии. Художественный руководитель оркестра Антон Лубченко пригласил для совместного выступления именитых артистов. На сцену зимнего выйдут солисты Мариинского театра. Военно-симфоническую поэму «Военные письма» они будут исполнять впервые. Здесь пронзительные слова. И вообще этот стиль такой, его сложно охарактеризовать. Он скорее где-то камерный. И здесь даже вредно давать какую-то такую звучность, чтобы, не дай бог, она помешала тексту. Здесь очень важен текст, смысл и проникновенность. Кстати, в премьерном показе военных песен, который состоялся в 1976 году, главные партии исполняли Эдуард Хель и Таисия Калинченко. Там вот есть такой момент в середине этого сочинения, когда разваливается гармонь. Как и написано в партитуре, развалилась гармонь. Убили гармониста, убили солдата. Одна из последних частей, письмо. Она читает письмо, где он пишет о гармонии. Ты сохрани, жена, мы с тобой еще пройдем по улице. Концерт 8 мая станет и началом масштабного музыкального проекта в честь Валерия Гаврилина. Композитор ушел из жизни в 1999 году. Но его произведения незабываемые. Музыкант соединит Сочи, Вологду и Санкт-Петербург. После премьеры программы на курорте осенью музыканты выступят в Вологде на родине Гаврилина, а завершится проект в Санкт-Петербурге, где он провел всю свою творческую жизнь. Концерт 8 мая станет подарком для сочинских ветеранов и их близких. Несколько десятков пригласительных уже доставлены адресатам.